Пресненский суд Москвы приговорил актёра Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор, однако всем и так уже всё понятно. Писатель Дмитрий Лекух ранее говорил, что образ жизни Ефремова к этому в общем и подводил, и тут в принципе ничего удивительного. Банальное алкогольное ДТП. Однако армия поклонников конспирологов активно пытается отмазать виновного и придумывает всё больше ерундовых версий, превращая таким образом Ефремова даже в политического мученика. Однако для подавляющего большинства нормальных граждан это конечно не так. Своим мнением Дмитрий Лекух поделился с накануне ТВ. С удовольствием дал адвокату Пашаеву, адвокату Ефремову, если бы смог. Поэтому и 8 лет. Ситуация абсолютно бытовая и превращать банальное синее ДТП с человеком, который ну в общем-то деградировал не имеет смысла. Будем надеяться, что пока отсидит, приведётся голову в порядок, и может быть снова вернётся к актёрской своей деятельности. А больше комментировать-то в принципе нечего. Сейчас это не артист Ефремов, сейчас это и не убийца, я бы не называл его. Это просто алкоголик, виновный в смертельном ДТП. Ну это деградация. Мы все понимаем, что артисты, художники, люди непростые. В этом смысле иногда им необходимы какие-то эмоциональные выбросы, и к сожалению, в том числе и алкогольные. Просто это уже зашло в этом случае настолько далеко, что начался распад личности. В общем, он очевиден, мы его видим. Он деклассировал всё своё элитное сословие этим своим поступком. Ну в принципе, какое сословие такое мученик. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и узнавайте новое каждый день.